Ивановцы официально проводили зиму. В минувшее воскресенье во всех городских парках праздновали масленицу. В давние времена праздник этот для всех русских людей считался обязательным. Много успело поменяться, но сотни горожан по-прежнему выходят на улицу, чтобы повеселиться и поесть масленичного лакомства. Масленицу за что любишь? За блины, наверное. А дома не ели свои блины? Сегодня пока нет. Я дома вообще есть сегодня пока. Завтра. Правильные блины – это не только строгое следование рецепту. У каждой хозяйки свой секрет. Надо готовить с любовью и с душой. Будут вкусные и удобные, как говорится. Единственный секрет, да? Ну, типа того. Ну и какая же масленица без русских народных забав. В парке Степаново состязания развернулись на центральной сцене. Саша Крымова мешок примерила впервые. Соперник ее джентльменских качеств не проявил. Девушка забег в мешках проиграла. Делала я это первый раз. Поначалу казалось, что очень сложно, когда со стороны смотрела на детей, которые прыгали. А потом как-то сама влезла в этот мешок, попрыгала. Вроде не так сложно. Обидно, конечно, что не получилось выиграть. Горячий, душистый. Чай с самовара тоже уже прошлое. Но на масленице этим бодрящим напитком мог насладиться каждый. Отказавшись от самоваров, современные люди отказались не только от целебного чая. Мы теряем наши корни. Русский пример чайпития. Всегда в деревнях издревле собирались вечером за столом. Поджигали самовар, ели сушки и были все довольны. Погода в день прощания с зимой выдалась по-настоящему весенней. Пусть и не солнечно, зато тепло. Нормально тепло. Главное, что ветра нет. Вот пришли прогуляться. Очень чувствуется. А как вы это ощущаете? А вот как все. Жарко. С внуком катаемся. Матильда, чувствуешь приближение весны? Ему не холодно так? Нет, не холодно. У меня шкурка теплая. И судя по погоде, в начале недели ивановцы проводили зиму как положено. На термометрах сохранилась плюсовая весенняя температура. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.